157-й в областной очереди, 11-й по Судогодскому району. Виталий Кучеренко с 10-го года значится в списке детей-сирот, которым по закону положено жильё. В 97-м в аварии погиб его отец. Маленьким мальчиком он потерял и мать. Но в детдом не попал. Его воспитали дедушка и бабушка. Но с наступлением совершеннолетия сироте по закону положено отдельное жильё. Его Виталий ждёт уже 5 лет. Сейчас парню 23. Хотелось бы получить то, что мне было положено ещё в 18 лет. Но почему-то администрация города не выполняет своих обязанностей. Ответчик администрации Судогодского района категорически против исковых требований. Считаем, что в данном случае права не нарушены, так как мы по мере поступления еженых средств принимаем меры для предоставления жилых помещений. И соответственно, в любом случае, именно в порядке, который установлен на законодательных субъектов Российской Федерации, данное жильё ему будет предоставлено. Юрист заверил, что в этом году Виталий обязательно въедет в свою квартиру. И обращаться в суд было лишним. Помощник прокурора в ответ приводит к судье неоспоримый аргумент. Виталий Удварович отслужил в 2011 году. Начиная с этого момента у органов местного самоправления возникла обязанность немедленно обеспечить его жильём. По делу значится ещё один ответчик администрации области. От неё в суд никто не явился. Прислали лишь бумажку со ссылками на десятки статей федеральных и областных законов. Но главное читается между строк. Денег на обеспечение сирот жильём в полном объёме нет. Объём субвенций на приобретение жилья принимается, исходя из принципа сбалансированности во всех отраслях экономики, не только отдельной категории риск. Удачным для сирот был 2013 год. Тогда на покупку квартир было выделено 100 миллионов рублей. Их хватило на покупку 200 квартир. В прошлом году жилья сироты получили в два раза меньше. Всего 119 квартир. И в этом году ситуация будет не намного лучше. Администрация области считает, что ждать обещанного по закону можно не один год. Законодателем не ограничен возраст реализации права на жильё. А именно не предусмотрено немедленное предоставление жилого помещения при наступлении права. В ожидании собственного угла Виталий вынужден снимать квартиру у Владимире. После службы в армии он стал контрактником. Работает на аэродроме в Семязино. Его будущее вполне оптимистично. Чего не скажешь о других сиротах, которые из детских домов выходят в никуда. Много говорят по телевизору, что дети, которые остаются без опеки и попечительства. Вот как им быть? Ладно, я ещё как-то определён в жизни. А вот ребята, которые из детских домов выходят. Вот куда им идти? На улицу что-то получается? Вот очерёдность какая-то, порядок и так далее. Вот 18 лет положено было дать? Дайте, пожалуйста. Пять лет Виталий обивал пороги, а дело его разрешилось за считанные минуты. Суд решил исковые требования прокурора Судогодского района удовлетворить. Обязатель администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области предоставил Кучеренко Виталию Эдуардовичу. 28 октября 1992 года рождения благоустроены применительно по условиям муниципального образования Судогодский район жилой помещений. Теперь Виталий Кучеренко первый в очереди на получение квартиры. Администрация Судогодского района обязана будет исполнить решение суда в кратчайшие сроки. Представители районной власти говорят, что парень таким образом перепрыгнул тех сирот, которые тоже стоят в очереди на получение жилья. Таких детдомовцев в Судогодском районе 40. И все они, кстати, тоже имеют право обратиться в прокуратуру с просьбой защитить их права. Прецедент создан.